Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательные, необычные куриные крылья в казане. Наверняка все от вас встали от банальных рецептов крыльев в казане по типу крылыши KFC и так далее. Я хочу вам сегодня показать необычный вариант, как можно изменить это блюдо, сделав его ярким, насыщенным, очень вкусным и необычным. Ну а прежде чем мы начнем, хотел бы порекомендовать вам магазин ImhaShop. ImhaShop это магазин, в котором вы можете приобрести узбекские казаны, печи, торцевые доски, пчаки, шампура и многое другое. Ссылочку на интернет-магазин ImhaShop я оставляю в описании. Отправляют они по всему миру, в том числе США, Германия, Англия. Просто напишите им в WhatsApp и узнайте условия доставки в ваш регион. Напишите, что от Тихона и получите приятный бонус. Ну а мы начинаем готовить. И первым делом нам, конечно же, нужно разделить крылья по фалангам. И несмотря на то, что основная фишка этих крыльев будет в соусе, небольшой маринад им все-таки потребуется. Крылья нужно хорошо посолить. Добавлю немного смеси сухих трав. Здесь базилик, майоран, тимьян, розмарин, немного шалфея. Черный молотый перец. И чуть-чуть красного острова для пикантности. И все хорошо перемешать. А для того, чтобы специи лучше раскрывались, добавим растительного масла. И еще раз перемешать. Отлично. Такие крылья получатся очень пряными. Теперь нужно приготовить соус песто. Ну, по типу песто. Возьму зеленый базилик. Отправляю его в блендер. Куда же отправляю 100 грамм кедровых орешков. 50 грамм твердого сыра. По типу пармезана или любой другой. Один зубчик чеснока. Пол столовой ложки кокосового сахара. И чайная ложка соли. А чтобы это все объединилось, 100-150 миллилитров оливкового масла. Extra Virgin. Получается, ну, очень вкусный соус. Дадим ему также настояться. Ну что, друзья, наши крылышки промариновались. А это значит, что пора ставить раскаляться казан. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу подготовить небольшой легкий овощной салатик. И подрезать чиабатту. Для того, чтобы это все вместе было приятней и вкуснее кушать. Хлеб просто нарежу небольшими кусочками. При желании, разумеется, его можно посушить на углях, чтобы они стали хрустящими гринками. И теперь нарежем овощи. И немного сладкого перца. Заправим все это дело оливковым маслом. Добавим немного соли и порвем свежий базилик и немножко петрушки. И, конечно же, свежий базилик. Разводим огонь под казан. Казан у нас раскаляется. Добавляем туда 100-150 грамм растительного масла. И дадим ему также хорошенько нагреться. Крыльев у нас много, поэтому буду жарить в 2-3 этапа. Обжариваем хорошенько до полной готовности. Отличные золотые красавчики. Вытаскиваем. Дадим стечь лишнему жиру. Отправляем следующую партию. Отличные крылышки. Теперь все, что нам остается, это заправить их соусом песто, перемешать, дать постоять буквально одну минутку настояться и раскрыться ароматом базилика и твердого сыра. И можно подавать к столу. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, за то, что подписываетесь на канал и делитесь рецептами со своими друзьями. А теперь давайте пробовать. Как я люблю песто, свежий базилик и сыр. И, конечно же, закуска. Очень вкусно, друзья. На этом у меня все. С вами был Тихон. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok